Введенные правительством новые ограничения теперь не позволяют людям посещать большое количество мероприятий только лишь при наличии негативного теста на коронавирус. После этого многие люди задумывались все-таки пройти вакцинацию, однако есть и те, кто решили воспользоваться другим способом, а именно сделать поддельный ковид-паспорт. С одной стороны, реакцию невакцинированных можно понять, потому что теперь до 10 января следующего года им закрыт доступ на многие мероприятия, будь то концерты, театры, кинотеатры, спа, бассейны, спортзалы и так далее. С другой стороны, правительство таким образом старается сдержать натиск распространения эпидемии, размеры которой уже приобретает катастрофический масштаб. Для этого достаточно обратить внимание на ежедневную статистику новых случаев заболеваний. При этом некоторые люди решили одним выстрелом убить двух зайцев, то есть они решили не вакцинироваться, по каким именно причинам, это совсем другой вопрос, и при этом получить доступ на проход на массовые мероприятия, иначе говоря, стали предъявлять поддельные ковид-сертификаты. Когда в начале года ограничения вступили в силу, то нами было зафиксировано 30 случаев поддельных ковид-паспортов, которые люди хотели использовать, отправляясь в путешествия. В отношении данных инцидентов было начато разбирательство, и были выписаны штрафы от 250 до 500 евро. Во второй половине года мы выявили еще три случая использования поддельных ковид-паспортов. В отношении их, людям, которые их пытались использовать, тоже были выписаны штрафы. Так же, как паспорт или водительские права нельзя подделать, так и нельзя подделывать ковид-сертификаты. Подделка этого документа или его использование незаконно, и за это предусмотрено наказание. Каждый документ имеет определенную цель. Цель использования ковид-сертификата – наслаждаться обычной жизнью, не ставя под угрозу собственную жизнь и жизни других людей. И колоссальная нагрузка на врачей тому яркое подтверждение. Убедить людей очень сложно. Почему-то легче найти какие-то совершенно непонятные криминальные решения, вместо того, чтобы пойти сделать вакцину. А как результат, вот мы сейчас стоим у входа в больницу, и мы прекращаем плановое лечение. Центральные и итальянские больницы уже прекратили. Мы на грани. По словам Владимира Афанасьева, со следующей недели североэстонская больница в два раза сокращает количество операций для онкологических больных. И одна из причин – это рост заболевших коронавирусом. Нужно понимать, что ковид-19 – это вирусное заболевание, течение которого может быть неожиданно тяжелым. Поддельный документ никоим образом не снижает вероятность распространения коронавируса и не помогает достичь нашей общей цели. Добиться такого уровня вакцинации, который помог бы освободиться от всех ограничений и проверок. В любом случае, проще и дешевле позволить себя вакцинировать, чем совершить уголовное преступление или поставить под угрозу собственное здоровье и здоровье других людей. Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина.